Привет, на связи ТОП-репетитор и сегодня поговорим на очень животрепещущую тему о том, кто же такой действительно хороший преподаватель. Некоторые преподаватели матерятся в прямом эфире, некоторые в прямом эфире курят. Мой годовой курс, здравствуйте. А это плохо или хорошо? И кто такой по-настоящему эффективный преподаватель? Давай разберемся с ТОП-репетитором. Перед тем, как я тебе расскажу самую важную, но в то же время банальную истину, но супер важную. Мой телеграм-канал, где я есть и я существую. И мой ютубчик, где я работаю, выкладываю регулярно контент, стримы и то, где мне нужна твоя максимальная активность, чтобы ты радовал алгоритмы ютуба. Поэтому, пожалуйста, мой дорогой друг, телеграм, ютуб прямо сейчас и поехали потреблять мням-ням вкусненький контент. Итак, на самом деле преподов сейчас в ЕГЭ очень много. Старые и молодые, авторы пособий, как Роман Пазин и просто какие-то студенты. Преподаватели, которые ведут себя максимально как бы так хайпажорски, вульгарно. Играют в казино в Монте-Карло и светят свои порошаки. И преподаватели скромные, забитые, которые не афишируют свою даже личную жизнь и даже боятся показывать свое лицо. Привет одному математику. То есть преподы самые разные. И здесь вопрос, а какой препод из них нормальный или ненормальный? Кто же такой хороший преподаватель? На самом деле, лично для меня, вот в моем инфополе, в моем мировоззрении, есть три критерия, кто такой хороший преподаватель. Первый критерий – это нацеленность только на результат. Знаешь, такая, я бы сказал другими словами, жесткость и продуктивность. Ну, типа, знаешь, понятное дело, что когда я веду вебы ЕГЭ по истории, я могу очень много рассказывать про Распутина, я могу много рассказывать про инсценировку смерти Александром Первым, но это не имеет никакого отношения к ЕГЭ. Моя задача – рассказать только формат ЕГЭ. Вся моя задача – это приготовить тебя к формату ЕГЭ. Домашка – только формат ЕГЭ. Кураторы, которые жестко тебя трясут в плане домашки дедлайнов ради твоих баллов ЕГЭ. Каждый вебинар – только ради твоего запоминания материала формата ЕГЭ. То есть первый критерий хорошего препода – это тот, кто очень явно нацелен на результат. Когда какой-то препод говорит, ну, в первую очередь вы для меня семья – нет. В первую очередь мы оказываем образовательные услуги ради высоких баллов поступления на бюджет. Вот и все. Второй критерий хорошего преподавателя – это тот, кто не провоцирует ради провокации. Ну, типа банальный пример, да, сделать какой-нибудь пост в Телеграме о том, что сегодня я бегал голый по улице. Зачем? Или выкладывать 25 постов про свой мейкап. Привет одному преподавателю по истории. Я просто не понимаю, ну, ради чего это, понимаешь? Это попахивает какими-то триггерами личными, непонятной провокацией и так далее. То есть второй критерий преподавателя – тот, кто имеет это тонкое понимание, где можно приоткрыть занавесу своей личной жизни. Например, там, за кого я голосую на выборах, если это правда обоснованно. Или там, какие у меня принципы отношений с женой. Но ученикам выгружать свои личные проблемы, страхи, боли и триггеры – у учеников и так немало проблем в личной жизни. И переваливать это все, как-то самореализовываться через них. На самом деле, это моя самая большая больная тема, когда преподаватель пытается самореализоваться за счет школьной аудитории. Меня всегда триггерило, когда я был школьником, и препод во время урока начинал с учениками рассуждать на какую-то жизненную тему, которая, видимо, ему тоже важна. Да, мы здесь пришли ради получения знаний, в первую очередь. Хочется поболтать после урока, пускай останутся те, кому это важно. Знаешь, у меня был такой прикол на годовом курсе, что мы смотрели «Беременна в 16» на общаге. Ну, то есть, реально, мы проходили веб полтора часа, решали. И я говорил, в принципе, все свободны, но те, кому хочется поорать и посидеть со мной, просто так покекать, мы сейчас будем смотреть «Беременна в 16». Там оставался человек 80, и мы с ними смотрели это шоу. Все, все честно. Никаких гештальтов, никаких закрытий, никаких провокаций. Не надо делать это во время веба. И третье – это преподаватель, который горит своим делом. Есть одна онлайн-школа, называется она «Умскул», и у меня нет к ней претензий в плане контента. Но смотря на некоторых преподавателей, наверное, ты даже со мной сейчас согласишься, видно, что для них уже давно плевать, что вообще есть преподавание, что вообще нужно делать. Но это прямо эмоционально чувствуется. Преподаватель, который ведет веб вот так, или преподаватель, который stories пишет, а потом бам, и сразу улыбается. Мне это не близко. Преподаватель, который горит своим делом, который переживает за учеников, готов перед ними извиниться, который готов быть с ними на одной волне, но не перегружая их, а просто который действительно горит и живет ими судьбами. Я безумно респектую тем преподавателям, которые отвечают в личку всем ученикам. Это очень большой, между прочим, объем времени и сил. Я безумно уважаю преподавателей, которые не боятся регулярно созваниваться с теми, кому они дороги, и постоянно находиться с ними в контакте. То есть третий критерий преподавателя – это тот, кто горит своим делом. Я каждый год переделываю полностью презентации, придумываю уникальные фишки, стараюсь отвечать ученикам, потому что я верю, что преподавание – это мой кредор. И я должен быть крутым преподом. И я должен именять судьбу учеников. В целом, годовой курс, который я создал, и который идет уже по факту четвертый год, это и есть мое детище, где я пытаюсь реализовать себя и заменяю судьбы других учеников. Понимаешь, я считаю, что в конце концов, да, это работа, но это работа, от которой я получаю удовольствие. Я понимаю, что моя личная жизнь учеников не интересует, а это правильно. Но в то же время я стараюсь быть для них максимально открытым, честным, где надо извиниться за перенос веба, где надо рассказать им, что сегодня у меня тяжелый день, с другой стороны, где-то порадоваться вместе с ними и рассказать о моих победах и достижениях. Открытый, компетентный преподаватель – это тот, кто готов дать тебе высокие баллы на бюджет. Тот, который нацелен в первую очередь только на результат. Это самый главный критерий. Действительно, знаешь, в интернете есть такая целая категория преподавателей, которые весьма токсичные, может быть, даже непрезентабельны, но они очень сильно шарят в контенте. И они дают своим ученикам высокие баллы. Я не стараюсь быть токсиком, но моя задача годового курса, мой дорогой зритель, это изменить твою судьбу. Чтобы ты мог вырваться из своего мухосранска, получить высокие баллы и, наконец-то, иметь возможность этот счастливый билетик начать абсолютно новую жизнь, если ты этого захочешь. Я стараюсь постоянно сделать себя вот этим эталонным преподавателем. Находя тонкие грани, где можно отвлечься на 3 минутки и пошутить, но не отходя от темы. Где нужно понимать, что эту тему не надо проходить. Есть тоже некая категория онлайн-школы, которые проходят все, и из этого 30% на ЕГЭ даже не встретятся. Это тоже неправильно. Правильно постоянно совершенствоваться, постоянно работать, делая свою работу честно и качественно, благодаря за это учеников, свою аудиторию. Это то, кем я стараюсь быть. На годовом курсе, на который ты все еще можешь записаться, я стараюсь реализовываться на максимум. По ссылке в описании есть вся информация о моем годовом курсе. Шикарное расписание, сильные кураторы. И я топ-репетитор, который готов взять тебя за ручку, как маленького ребенка, и привести к высоким баллам. Твой топ-репетитор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...